Здравствуйте! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Вместе с вами, уважаемые телезрители, а также с общественниками нашего района, мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня в наших гостях представитель комиссии по культуре, спорту и туризму Елена Викторовна Грибкова, председатель данной комиссии. Здравствуйте, Елена Викторовна. Добрый вечер. А также Игорь Валентинович Днестрянский, если я правильно прочитал фамилию. Вы у нас житель деревни Новодарин. Да. Рад, Рад, Игорь Валентинович, что вы к нам сегодня приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Валентинович, Елена Викторовна, давайте мы сперва, значит, затронем довольно, ну, актуальные вопросы. Ваша комиссия у нас активная, очень жизнедеятельная. Везде вы у нас бываете и на спортивных мероприятиях, и на недавнем вместе с совместным МВД мероприятии в детском лагере и так далее. И наверняка вашу комиссию множество обращений поступает. Давайте вот выделим какие-то наиболее актуальные и начнем разговор о том, что вы по этому поводу делаете и думаете. Да, Святослав, в нашу комиссию поступают разные обращения от жителей, касающиеся культуры и спорта. Вот. А об одном обращении мы хотели вот сегодня так конкретно поговорить. Это было массовое обращение от жителей трех деревень Новодарина, Солослова и Лапина. Жители к нам обратились по поводу закрытия библиотеки, сельской библиотеки, которая находится в Новодарина. Мы прекрасно все знаем, что 2015 год, год литературы, объявлен нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому такая актуальная проблема. И, конечно, когда я озвучила на заседании комиссии этот вопрос, все члены комиссии решили активно включиться в эту проблему. Ну, давайте вкратце объясним, что за ситуация там сложилась. Да. Мы вели диалог и с местными жителями, и с администрацией сельского поселения Назарьевское, и вели диалог с комитетом по делам молодежи, культуры и спорта по этому вопросу. Ситуация следующая, что в этом сельском поселении эта библиотека – один из всего лишь двух культурных центров, находящихся. И если, конечно, будет закрыта эта библиотека, надеемся, что этого не произойдет, то ближайшей и единственной библиотекой, конечно, будет библиотека в Назарьево, до которой, конечно, местным жителям не дойдет. Больше 10 километров. Конечно, больше 10 километров от Солозлова все 12, наверное. А есть ли какие-то варианты туда добраться по-человечески с помощью автобуса и так далее, если нет личного транспорта? Вы знаете, есть варианты, да, но вы сами подумайте, будет ли кто-то ехать за одной книжкой и 12 километров, тем более, что молодежь, она привыкла сейчас, вот она очень подвижная, очень быстрое мышление у нее, да, то есть, и вот, скажем, ребята 10, 12, 15 лет, они, у них очень много задач в жизни, да, в том числе и покататься на велосипеде. И на том же велосипеде очень удобно. Быстро приехал в эту библиотеку, взял книжку и, может быть, чем-то помог. Ну, хотя, вот в чем-то и могу не согласиться, как сам велосипедист скажу, что кататься по оживленным трассам не очень приятно, особенно сейчас в Ленипиде. Конечно, а вот в Новодарино этих трасс нет, то есть, там буквально связь между Назарева, Солослова и Новодарино, это тропки в полях, понимаете, это очень удобно. И тем более, что вот это все расположено в такой зеленой зоне экологической, этот центр совмещал в себе, ну, не знаю, силы культурного плана на протяжении многих лет вот этих трех деревень. Он как бы являлся средоточием. И когда вдруг в июле месяце... Прошу прощения, вот регион, где вот именно расположена... Да-да-да, где расположена Новодаринская библиотека, здание, да. И когда в середине лета вдруг вот наши пользователи библиотеки обнаружили, что придя за очередной книгой, что книги, в общем-то, снимаются с полок, что они перевязываются, что они куда-то собираются перевязываются. То есть, был задан вопрос, что происходит. Люди молчаливо, так сказать, отмолчались, и совершенно неясно было, в чем же дело. И поэтому возникла тревога о том, что как бы на вопросы жителей никто не отвечает. Наш культурный центр, в котором проводились не раз выборы, в котором, кстати, проводились встречи многих людей, значимых для района, это люди науки, люди культуры. Наталья Сергеевна Бондарчук в свое время пристроила там за свой счет, чтобы не теснить библиотеку для, кстати, для пользования администрации, так сказать, ну, Назарева и вот этого поселения, для них, для себя лично. Словами получается, что здание полезно, в общем, одним и тем. Она построила это для того, чтобы проводить занятия с детьми. С детьми проводили занятия. Несколько народных артистов постоянно проводили встречи. Например, Андрей Малюков в свое время, очень известный человек, который снял... А дети действительно интересовались? Интересовались, они приходили, они летом занимались в летней киношколе, например. То есть, маленькие пятиминутные, трехминутные сюжеты дети снимали. Детский театр периодически там репетировал. То есть, можно было сцены из «Красной шапочки», из «Снежной королевы» приобщить детей к культуре, так скажем. Ведь вы понимаете, что происходит? Мы еще, может быть, вернемся к нюансам о том, что произошло вокруг библиотеки. Хочется сказать позитивный момент. Сейчас, в данный момент, библиотека работает. Но ведь вспомним о том, что заработала она сейчас при новом библиотекаре именно благодаря, ну скажем так, инициативе и беспокойству местных жителей. И это вот как-то вызывает, ну, некое странное, так сказать, ощущение, потому что на самом деле в первую очередь беспокоиться должны люди, которые, на балансе которых библиотека находится. И вдруг они не, скажем, не объясняют, что происходит с фондом, почему хотят перевести книги. Люди, естественно, когда нет диалога, люди... А вот позвольте спросить, у вас вот есть какие-то... А позвольте закончить, одну минуточку, я сейчас хотел бы сказать, да. Хорошо, конечно, давайте, да. Я хотел бы сказать о том, что в результате вот возникает обеспокоенность, что если мы подумаем о масштабах не только Одинцовского района, государства в целом, то такие средоточия культурных центров, если они будут как бы нивелированы, если их не будет на местах, то просядет, простите за такое прямое слово, уровень передачи традиций, культурного какого-то наследия и, в общем-то, то, чем богата душа любой страны. И, соответственно, я очень хорошо, я вспоминаю высказывания Александра Блока, который в девятнадцатом году в жутком холоде, в Шинелле приходил читать лекции о русской поэзии, и ему говорили, а вы знаете, ну вот стоило ли приходить? Сегодня пришло не 20 человек, три человека сидят. И на это Александр Блок сказал, если бы даже пришел один человек, я бы пришел и читал, это стоило бы того, я читал бы лекцию о русской поэзии. Соответственно, если библиотека, даже одна, если есть хоть один читатель, неважно, статистика говорит о том, что много людей пришло, мало, а ведь на самом деле статистика нашей библиотеки, она превышает, ну скажем, в пользовательском отношении на заре. Я хотел бы спросить, а вот у вас есть какие данные, сколько, в принципе, вот по этим трем, да, селам, сколько там людей живет, да? Конкретно, сколько же, я могу сказать, что живет много людей, ведь если мы возьмем сухую статистику, сколько человек живет, да, она будет неправдоподобна, потому что суть жизни всегда глубже сухой статистики и интересней. На самом деле, вот то место, о котором мы с вами говорим, оно наполнено жизнью, ну скажем, нескольких поколений, которые, держателем которого может являться пенсионер, который постоянно там живет. И вот можно сказать, он живет там. Нет, к нему приезжают внуки. Они приезжают и зимой, и в Новый год, и весной, и летом, а летом живут там. К нему приезжают друзья, к нему, например, ну ряд, кого я знаю, деятели культуры и науки, кто работает там, проводят свои консилиумы, проводят встречи подготовительного периода. Иногда за книгами, в кино, сами понимаете, что такое подготовительный период. Приезжает художник, приезжает гример, им нужны какие-то материалы. Иногда, чтобы не идти и не бежать в Москву, обращаются в местную библиотеку. А теперь вспомним о выборах. Или вспомним о банальном общении людей, которые, может быть, уже кому-то за 70, и они хотят пообщаться друг с другом. Конечно, можно, я вот к вам приду, и вы меня рады видеть, вы мне нальете чайку, и мы с вами поговорим. Но когда есть, это хорошо, но когда есть такое место, где могут прийти несколько человек, может быть, не самых близких в дружеском отношении, но они имеют какую-то общность, проживание в этом месте, и у них есть этот центр культурный, зачем у них это отнимать? И фактически, насколько я понимаю, это база для культурных... Конечно. И моя мысль заключается в том, вообще, мысль нашего совета заключается в том, что гораздо сложнее и труднее и важнее сохранить, нежели сказать, что это ветхое здание, что, может, это никому уже и не нужно. Это проще, вы понимаете? И вот задача сохранения, задача передачи, задача того, чтобы улучшить... Ведь речи не идёт о том, чтобы пыльную книгу только держать в руках. Понятно, что она несёт колоссальную информацию. Сейчас существуют гаджеты современные, другие способы чтения и так далее. Никто этого не отменяет. Пришёл пенсионер, ему не нравится или он не может электронной книгой пользоваться, он взял книжку. Пришёл 13-летний перенёк и, может быть, тут, если со временем, ну, скажем, провести интернет, если провести какой-то, вот как это сделано в ростовской библиотеке, одна из лучших библиотек России. Я просто знаю, почему я на гастролях бываю в нескольких, ну, в силу профессии во многих регионах России. И там в ростовской библиотеке представлено, ну, скажем, не только фонд в бумажном варианте, он ещё и в электронном. Ведь можно развиваться, можно двигаться даже на таком локальном уровне, как Новодаринская библиотека, согласитесь. Другими словами, получается, действительно довольно, по меньшей мере, раньше было важное место для местных жителей. Елена Викторовна, я так понимаю, что местные жители из Новодарина обратились в общественную палату с целью как-то разъяснить ситуацию. Да, конечно. Расскажите, что, в общем-то, общественная палата на сегодняшний день надумала на эту тему? Ну, общественная палата выезжала уже три раза к жителям Новодарина по их просьбе. Вот с нами также выезжали по данному вопросу, чтобы разъяснить жителям, что же происходит на самом деле. Вот, и представители комитета по делам молодёжи, культуры и спорта нашего Одинцовского района и были из Министерства культуры Московской области. Вот, приезжало телевидение и пресса, то есть мы вели долгие дискуссии. Представители были сельского поселения Назаревское. Вот, и мы всё-таки надеемся, надеемся, что этот культурный уголок, который так важен для жителей, они отстаивают его такой массовости. Вы знаете, Святослав, нет ни в одном, наверное, поселении, как вот такие активные читатели, библиотеки. Я думаю, что такой культурный уголок надо, конечно, сохранить для жителей. Тем более Наталья Сергеевна Бондарщук возобновит. А я бы хотел добавить выразовательность, не такой, а подобный по всей России. Именно не этот. Ну, допустим, мы его сохраним, и нас поймут, и нам пойдут навстречу, и наверняка уже идут навстречу, потому что сейчас же всё-таки пришёл другой человек, там работает в библиотекарь, я имею в виду. И, соответственно, администрация как проявила, в общем-то, понимание, я надеюсь, да, то есть будет всё хорошо, я думаю. Вот, но ведь вопрос не только в сохранении именно этой библиотеки. Мы сейчас с вами говорим о глобальных вещах, мы поднимая вот эту локальную проблему, мы говорим о том, что стоит задумываться на местах, ну, я не знаю, где угодно, Владивосток, Сибирь, там, не знаю, Астрахань, чтобы вот не было желания у людей, которые может быть, ну, знаете, как Владимир Семенович Высоцкий в своё время говорил, он не те книги читал в детстве. То есть, если человек не прочёл нужные книги в детстве, а сейчас он находится, допустим, ну, предположим, у власти, да, или как-то от него что-то зависит, чиновничное, так сказать, какое-то положение, то, к сожалению, в нашей жизни хотелось бы пожелать, чтобы мы не зависели от того, что прочёл человек в своей жизни, а что нет, чтобы люди понимали значимость таких мест. И если чиновник на месте, допустим, где-нибудь в Астрахани, не очень понимает, зачем ему нужно это помещение, хотелось бы, чтобы, может быть, благодаря таким передачам, как у вас, и, может быть, общественности, о которой мы говорим, чтобы, в общем-то, люди, прежде чем закрывать культурное учреждение, а культура, вот как бы не обижались экономисты, является краеугольным камнем развития государства. Действительно, значение литературы переоценивается. Безусловно. Очень сложно. Да, да. Уважаемые телезрители, вы смотрите передачу «Разберёмся», телефон 508-86-84, прямая линия, у вас имеется возможность позвонить нам и прямо сейчас задать вопрос комиссии по культуре, спорту и туризму Одинцовского района, общественной палаты нашего района. Елена Викторовна, давайте мы тогда перейдём к следующим темам. Понятно, что, действительно, работы у вас, похоже, немало, достаточно серьёзные темы, по всей видимости, уже начали подниматься после первого года работы. Чем дальше рез, тем толще проблемы, по всей видимости. Ну что же, давайте пока не вполне всё ясно насчёт библиотеки, будем следить за развитием этой ситуации. Да, будем держать на контроле этот вопрос, будем сотрудничать с администрацией и с местными жителями. И обязательно с местными жителями, конечно. Да, с местными жителями обязательно. Но очень хотелось бы, чтобы и администрация шла навстречу и сотрудничала с местными жителями. Потому что, знаете, как говорят, не человек для власти, власть существует для человека. Поэтому, естественно, как бы вот... Ну, я думаю, нас руководство услышало. Конечно, конечно, конечно. И будем контролировать ситуацию вместе за ней следить. Будет спасён общими усилиями. Елена Викторовна, концерт «Живи ярко, твори добро» недавно попал в центр внимания нашего района. Что это было и почему провели? Да, вы знаете, это было незапланированное мероприятие, но получилось очень грандиозное и интересное. 29 августа при непосредственном участии общественной палаты прошёл благотворительный шоу-концерт для детей-сирот и многодетных малообеспеченных семей Одинцовского района. Вообще, идея этого праздника возникла у обычного жителя посёлка Чистцы. Это вот мероприятие прошло в сельском поселении Чистцовское. Он захотел, он, кстати, руководитель компании «Такси Петелина Лидер», но это не для рекламы, а просто, как бы я хочу сказать, Иван Бугаев его зовут. Он решил, просто у него появилась такая идея провести такой вот грандиозный праздник и обратился в общественную палату. И вы знаете, нам идея его понравилась, и мы его поддержали. А там проблема была, я понимаю, с финансированием, потому что хочется, но сложно организовать. Вы знаете, организовались очень быстро многие организации, поддержали, приехали многие благотворительные фонды. То есть это мероприятие у нас было подготовлено буквально за полторы недели, Святослав, да. Вот. И оно прошло вот в сельском поселении Чистцовское на открытой площади, то есть на открытом воздухе. В мероприятии приняли участие солисты и художественные коллективы буквально со всего... 29 августа, это вот буквально суббота, да? Да, это вот последний выходной день. Вот как раз же последний солнечный день выдался. Да, лето. Лето. Вот. Нас поддержала сельское поселение Чистцовская администрация, вот. И поддержали очень многие культурные коллективы, художественные коллективы нашего Одинцовского района. Но самым таким зрелищным эффектом было выступление мотоциклистов, мотостандрайдинг, да, и квадроциклисты мото-клуба «Гризли» выступали, а вот в перерывах были сольные концерты. Сельсовские байкеры, словно, посетили наши мероприятия. Елена Викторовна, это не в первый раз. Вы же совсем недавно с ними катались по местам Белого Слава, по Невриалам. Вот. Но это очень зрелищно, Святослав, очень нравится населению. Вот. А самой кульминацией, вы не поверите, было. Я, конечно, до конца не верила, но была рада, что это случилось. Над нами пролетели авиационная пилотажная группа «Русские витязи». Они возвращались с авиасалона «Макс-2015». То есть это случайно произошло? Нет, мы планировали, да. Мы планировали. Видимо, позвонили в процессе, ребят, мы просьбили. Они отклонились от курса и пролетели над часами специально поприветствовать гостей. Поразительно, конечно. Мы небольшой карманный «Макс» устроили в Часовском по всей мере. Ну, конечно же, цель этого праздничного мероприятия была благотворительность. Мы решили помочь многодетным, малообеспеченным семьям, так как сейчас тяжелая экономическая ситуация, помочь родителям подготовить детишек к школьному учебному году. Было имя приурочено к дню знаний. К этому, да. Во-первых, все выступающие на этом благотворительном шоу-концерте выступали, естественно, бесплатно. И в конце праздника многодетным малоимущим семьям и детям-сиротам присутствовали воспитанники детского дома номер 19 города Москвы. Они участвовали в этом празднике, и вот этим деткам благотворительные фонды вручили свои подарки. Значит, каждому ребенку был, я хочу об этом отдельно сказать, каждому ребенку мы вручили комплект школьных принадлежностей. Каждому ребенку мы вручили комплект хороших энциклопедических книг по возрастам. Также были розданы билеты в аквапарк на целый день вместе с родителями. Вот. И в конце мы всех пригласили в кафе «Романтика». Там был накрыт стол с угощениями тоже для родителей и детей. Бесплатно их катали мотоциклисты на мотоциклах. То есть, Святослав, конечно, праздник удался. То есть, праздник получился реально грандиозный. Удался, грандиозный, да. А сколько вам, получается, шоу? То есть, с самого раннего прямо утра и до скольки вечера? Нет, вы знаете, само представление праздничное у нас где-то два с половиной часа. Но потом это все растянулось. Во-первых, не было отбоя покататься на мотоцикле. И желания уходить уже не было, я так понимаю. На мотоцикле, да. Вот. Всех родителей и детей мы привезли на транспорте бесплатно. То есть, конечно, праздник грандиозный получился. И, вы знаете, хочу отдельно сказать, что такие инициативы очень приветствует наш уважаемый председатель Захар Юрьевич Иванов. Он очень часто говорит, что мы, общественники, должны не только уметь сидеть в мягких креслах и правильно участвовать в дискуссии, но и придумывать, и проводить какие-то значимые мероприятия для нашего Одинцовского района. К чему, конечно, я и нацеливаю членов своей комиссии. Мы стараемся что-то придумать интересное. Или, когда нас приглашают, мы тоже... Ну, получается, что культура и спорт – это, собственно говоря, явление, которое у вас в названии комиссии засвидетельствовано. То есть, вам волей-неволей приходится, наверное, работать больше, чем остальные комиссии. Именно в вопросе организации каких-то массовых мероприятий. Ну, сейчас приглашают нас часто в разные организации. То есть, из-за работы к вам уже привыкли, узнали все студенты палаты. Да, узнали и просят нашей поддержки. Мы с удовольствием откликаемся, все инициативы поддерживаем, разрабатываем, как правильно провести. Поэтому вот так вот работаем. Вы знаете, это же, получается, часть экополиса. Ведь Одинцово позиционировался как развитие экополиса. То есть, как экополис. Это не просто экология, это не просто воздух, зелень и так далее. Это еще и, может быть, здоровый образ жизни, тот же спорт. Это и экология души, о которой мы с вами говорим. Конечно, культура. Вот, и культура, и знания. То, чем вы занимаетесь, это очень важно. Стаслав, даже могу сказать, что у нас сейчас столько работы, сколько и у комиссии по ЖКХ. Мы даже вот сравниваем. Да. Старактеристика хорошая, хотя, не знаю, что ли с меня, что ли плакать, раз у ЖКХ-шников столько работы. Нет, вы знаете, мы очень рады. Нет, я имею в виду положительной такой работы. То есть, что-то провести, организовать, принять участие. Вот, поэтому мы очень рады и беремся за все и будем продолжать в этом же направлении. Ну, очень хорошо, что рады вы. А что насчет жителей? Вот, какой у вас отклик именно от жителей Часовского после вот данного мероприятия? Уже несколько дней прошло. Ну, вы знаете, я думаю, слова благодарности. Сейчас получаем отклики от родителей, вот этих деток, которых мы смогли организовать. Фактически, от Дети обуть. Мы взяли, ну, не только, да, Дети обуть, да. Вот, мы охватили 8 малообеспеченных семей. Значит, количество деток от 3 до 7 человек в этих семьях. И воспитанники вот детского дома номер 19, это города Москвы. Потому что в Одинцово у нас дети-сироты, вот, как бы, детский дом благо. Последние несколько детишек разобрали по семьям. Поэтому были приглашены тоже организаторами детки из детского дома. Они принимали участие в концерте, ну, и получили подарки. Поэтому мы слова благодарности получаем от родителей. Ну, а для сельского поселения Часовска, я думаю, такой праздник это грандиозный был. Зрелищный. И, я думаю, всем понравился. Это не только жители сельского поселения, но и вообще всего Одинцовского района. Может быть, и части других регионов Подмосковья. Да, я так думаю, что да. Уважаемые телезрители, вы смотрите передачу «Разберемся». Наш телефон 508-86-84. Звоните, у вас имеется возможность задать в прямом эфире вопрос о общественной палате Одинцовского района. Кроме того, напоминаю, что любое ваше обращение, даже то, на которое мы не сможем ответить прямо сейчас, рассматривается как официальное обращение в общественную палату, которое так или иначе рассмотрено в ближайшее время будет. Елена Викторовна, давайте продолжим тему данного мероприятия. Вы сказали, что подарки получили ребята. О каких подарках речь идет? Я перечислила. На каждого ребенка был выдан комплект школьных принадлежностей от Республиканского центра спорта, культуры и досуга. Я могу даже назвать. Союз. Набор красивых энциклопедических книг по возрастам для школы и сладкие подарки были от общественной палаты Одинцовского района. Спортивные наборы для бадминтона. Мы здесь немножко спорт взяли. От общественного движения «Матери России». Были билеты в аквапарк на целый день вместе с родителями от фонда «Моресьева». И бесплатный транспорт от такси «Петелина лидер». Мы вообще всем благодарны. Особенно, конечно, благодарны Бугаеву Ивану, инициатору этой идеи. Он очень активный, позитивный. То есть таких людей, конечно, надо приветствовать. А можно ли вот как-то примерно хотя бы почитать? Наверняка статистику вы не вели, но все же сколько людей пришли и посетили ваш праздник? Ой, ну вы знаете, наверное, ну больше ста это точно. Больше ста. Она не считала, но может даже и больше, святослав, потому что на открытой площадке… То есть несколько десятков семьи фактически. Да, да, обязательно пришли с детками. С детьми. И очень много организаций, конечно, не всех перечислила. Но всем очень благодарны за проведение, за участие в таком мероприятии. А также художественным коллективом, солистом. Вела, кстати, это мероприятие замечательный ведущий, консультант-эксперт комиссии по науке и образованию Екатерина Якимчук. То есть мы так вот общими усилиями… Делаем мир чуть-чуть лучше, получается. Да, делаем мир ярче и добрее. Хотелось бы, знаете, добавить, что спорт-то это замечательно, на самом деле очень хорошо. И вот культурные мероприятия, связанные с художественными коллективами, это тоже замечательно. Но ведь я хотел бы еще напомнить, может, не все знают наши телезрители, что вот этот год, он объявлен годом литературы. И очень важно, я очень хотелось бы, так сказать, ну, как бы акцентировать внимание людей на том, что, конечно, не только в этот год, да, а вообще, ну, просто год, он собирает, как бы, многие, так сказать, процессы в государстве, особенно на президентском уровне, это подчеркнуто, федеральный закон принят, опять же, вот. Вот о сохранении фондов, о сохранении библиотечных фондов, о литературе, как развитии, так сказать, традиции и так далее. И вот очень хотелось бы, чтобы, вот, опять же, ваше общественное движение, оно совмещало в себе, ну, популяризацию, это происходит, я замечаю, не только спорта и, как бы, культурно-массовых мероприятий, а приобщении, скажем, ну, молодежи к чтению, да, в той или иной форме, так или иной, то есть, ну, чтобы человек развивался гармонично во всех сферах. Ведь человек с мощными мускулами красив, может быть, да, в чём-то, ну, Геракл красив, почему нет, или тот же Аполлон, но если ещё и интеллект потрясающий, да, и знания у человека есть, и, может быть, он обогащён художественной литературой, взглядом на мир совершенно удивительным, то вот это вот немаловажно и, скорее всего, даже является, может быть, основой. Хотелось бы пожелать вот вашего... Да, спасибо, спасибо. Ну, да, любопытно, что у вас, получается, в комиссии объединены, в общем, обе составные части поговорки в здоровом теле, здоровый дух, потому что, получается, вам не нужно взаимодействовать с кем-то, с какой-то другой комиссией, даже внутри общественной палаты, чтобы поднимать и физическую культуру, и культуру, соответственно, обычного характера. Да, будем стараться, будут у нас мероприятия, нацеленные по плану и на культурное обогащение людей, то есть будем стараться проводить новые интересные. Я о спорте, получается, должен говорить, а туризма не будет. Елена Викторовна, а... Будет ещё минуточка? Конечно, будет. Ну, давайте мы сперва вот эту тему всё-таки закроем. Понятно, что посвящено это преимущественно детям-сиротам, вы сказали, было мероприятие. Ну, надо детям-малоимущим семьям, да. Скажите, а откуда детки? Это какие-то вот люди, состоящие на учёте в каком-то конкретном фонде, или это вот... Нет, это детки Одинцовского района, вот, мы обращались в соцзащиту, вот, и нам дали вот эти данные, и мы пригласили. Детки были из Кубинки, детки были из лесного городка, детки были из Одинцова, то есть семьи. Только один вот детский дом у нас, несколько человек, были из города Москвы. То есть это детки Одинцовского района нашего. Понятно. Ну что же, есть ли вот в планах идея, может быть, не буду спрашивать о том, повторять ли, думаю, понятен ответ, а расширять как-то подобные мероприятия? Ну, я не предлагаю вам стрижей русских витязей каждый день вызывать, возможно, там будет некоторый элемент навязчивости, но в целом, какие идеи сейчас у вас? Будем продолжать работу в этом направлении. Много у нас в планах спортивных мероприятий, также таких благотворительных. Мы секреты все сейчас, конечно, раскрывать не будем, но работаем именно вот в этом направлении. Ну, я думаю, чудесная новость в любом случае для всех жителей нашего района. Наверняка это, опять же, не только к Чистцовскому поселению относится, это относится к району в целом. Да, к району в целом. Будем стараться. Елена Викторовна, ну давайте перейдем к следующим вопросам. Какие еще проблемы в данный момент рассматриваются в вашей комиссии? Да, вот, Святослав, я хотела бы, пока время у нас осталось, очень много было звонков жителей 8-го микрорайона города Одинцова по поводу строительства нового катка. Да, вот, эти вопросы еще задавались зимой, и вот сейчас мы тоже получили обращение. Выезжали два раза мы тоже на этот объект, где строится новый каток. Он строится на, сейчас скажу, на гаражах, то есть старый каток остался внизу, а новый каток строится сейчас на гаражах. Да, да. И вот мы последний раз, наши консультанты-эксперты выезжали на место, и мы общались и с местными жителями, и со строительной компанией «Момент». Так. Вот, вернее, со строительной компанией «Выбор», который ведет застройщик. По словам, компания подрядчик. Кто, да, компания подрядчик. И они дали нам письменный ответ, почему же задерживается сдача вот этого вот катка. А сильно задерживается? Сколько там уже по времени? Ну, она отложена до ноября следующего года. А должно было быть сдано это к этой зиме? Да, к этой зиме должен быть каток уже был построен. Вот. Значит, как нам сказало общество с ограниченной ответственностью «Выбор», кто строительно-монтажные работы проводит? Во-первых, первая причина – из-за финансирования нестабильного, то есть экономическая ситуация сейчас сложная. Вторая причина состоит в том, что, значит, собственники гаражей не всегда идут навстречу. Там надо какие-то монтажные работы проводить, и собственники гаражей, над которыми будет вот это вот обустроен этот каток, вот, не всегда идут навстречу, и поэтому строительство немножечко задерживается. Но для жителей мы дадим письменный ответ и хотим сказать, что пока не будет построен новый каток, старый закрываться не будет. Он в данный момент функционирует, то есть ему ничто не выражает. Да, поэтому я призываю всех жителей немножечко запастись терпением. Новый каток будет построен и будет запущен в эксплуатацию. А пока этой зимой готовьтесь, пожалуйста, играть в хоккей на старой площадке. Мы тоже общественники не против. А удовлетворяет ли она требованием, в общем, людей? Она в нормальном состоянии? Я думаю, что да, потому что до сих пор как бы проходили на них, на этом каком-то мероприятии. Затягивать, другими словами, пояса не нужно, нужно просто немножечко подождать. Я думаю, немножечко запастись терпением, и все будет хорошо. Тот каток не будет демонтирован до тех пор, пока не будет построен новый. Так что вот такой ответ мы хотим дать жителям. Ну что же, Елена Викторовна, Игорь Валентинович, я благодарен, что вы к нам сегодня приехали. Целый ряд мы действительно довольно актуальных, важных вопросов сегодня рассмотрели. Будем следить за ситуацией вокруг библиотеки в Новодарино. Будем интересоваться катком, который у нас строят в восьмом микроайоне. Другими словами, будем с вами дальше работать. Будем следить, как наш район становится, будем надеяться, лучше. Спасибо. Уважаемые телезрители, я Святослав Савенко, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о результатах работы комиссии по культуре, спорту и туризму за последние несколько месяцев. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84, вы можете звонить нам в течение недели. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном портале общественной палаты нашего района или написать на электронную адрес. Всего вам доброго и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова